Они представят такой небольшой историко-культурный комментарий к рассказу Георгия Демидова «Обе немцы». И когда они этот комментарий делали, они обратили внимание на плакат, плакат, описанный писателем. И мы очень хорошо знаем, сколько таких плакатов делали, какова была их роль в агитации государства, людей, граждан. И когда стали смотреть другие вещи Демидова, увидели, что Демидов на самом деле неоднократно обращается к описанию плакатов. Мы обнаружили, во-первых, описание того плаката, о котором они будут говорить. Фактически не антифашистский, а антинемецкий плакат, собственно говоря, такими они и были во время войны. И еще хочу сказать о герое-татарине, который живет в пространстве того же рассказа «Обе немцы», но о нем речи не будет. Тоже чрезвычайно важным, как герой-немец, русский немец, немец по происхождению. Для Георгия Демидова оказывается важной националистическая тема, тема такая очень больная, по-видимому, для советского государства. События рассказа разворачиваются в небольшом поселке на берегу Охотского моря, который соседствует с лагерем заключенных. Герои рассказа — пятиклассники, в которых очень романтическое отношение к войне. Они мечтают забежать на материк, получить медаль за отвагу. Однажды по дороге в школу они встречают на сцене кинотеатра плакат с надписью «Убей немца». Плакат настолько возбуждает их воображение, что один из мальчиков решает непосредственно убить одного из заключенных, русского немца Линды, который, как и многие заключенные, помогает семье одного из мальчиков привез туда дрова в обмен на еду или одежду. Второй тоже с ним соглашается, и все это выливается действительно в убийство невинного человека. Это стихотворение Константина Сименова «Убей его», которое послужило эпиграфом к рассказу «Убей немца». И выдержкой статьи Ли Эренбурга «Убей немца», которая является, собственно, вторым эпиграфом к рассказу. Вот это как раз эта статья, которая начинается словами «Убей» и заканчивается тоже. Тем самым мысль получается закольцована. И, цитата, «Мы поняли, немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие». И впервые прозвучала мысль «Каждый немец – фашист». Сам лозунг «Убей немца» родился из стихотворения Константина Сименова «Убей его». Стихотворение было напечатано в газете «Красная звезда» в июле 1942 года. Я хочу напомнить, что первичным стимулом вообще для развертывания культа ненависти послужил рассказ Михаила Шолохова «Наука ненависти», который был опубликован в газете «Правда» в июне 1942 года. Он пересдавался после этого множества раз и всячески культивировался. Да, вот это описание как раз плаката в рассказе «Убей немца», и оно довольно подробное. Мы нашли много плакатов с лозунгом в трансформированном виде. Вот этот детский рисунок, который мы обнаружили в собрании Государственного исторического музея, по-видимому, таких рисунков было огромное количество. Потому что еще один, вот нам известный, есть музей на Поклонной горе. Ну и аналогичные лозунги, аналогичные плакаты, которые мы быстро пролистаем. И все, как мы видим, все равно не фашисты, а и мельцы. Это фотография стенда с похожей тематикой. Вот там цитаты из как раз статьи Эренбурга. Стенд был установлен в блокадном Ленинграде. Немцы, пережившие самую страшную блокаду Ленинграда, были повторно депортированы. При этом условия депортации были просто ужасные. Погибало огромное количество людей. Собственно говоря, сама депортация немецкая вообще началась раньше, ну еще до войны, 28 апреля 1936 года, было принято постановление о депортации. Но вот как раз депортация 1936 года воспринималась скорее как польская, нежели чем как немецкая. Собственно, повторные депортации были проведены во время Великой Отечественной войны. 23 августа 1941 года вышел указ Верховного Совета СССР, в котором немцы Поволжья обвинялись в сокрытии германских шпионов. На этом основании были депортированы немцы не только из Поволжья, но и из многих других регионов. Взрослое население из числа депортированных немцев было отправлено в трудовые лагеря. И хочу напомнить, что герой рассказа Вернер Линде был отправлен на остров на Дальнем Востоке в 1937 году. Гораздо раньше? Да, гораздо раньше. И все это доказывает факты, которые были сказаны о Вернере Линде в рассказе. Предки Вернера Линде приехали в Сибирь в начале 19 века. Герой рассказа Вернер Линде попал в лагерь в 1937 году. Автор подчеркивает его русскость, называя его Вернером Иогановичем. Арестован по статье СОЭ «Социально опасный элемент». Сама статья «Социально опасный элемент» применялась с 1918 года. Мера наказания ставила от 3 до 5 лет ссылки, но с середины 30-х годов уже от 8 до 10 лет трудовых лагерей. Это люди, депортированные по той же статье. Большинство из них это как раз люди, занимавшиеся научной деятельностью. Да, тут просто некоторые имена, да, некоторые имена. Так как информации о российских немцах действительно очень мало, мы обращались вот в эти источники. Это отдел устной истории МГУ, интернет-проект «Прожито», региональный центр устной истории в Воронеже, рабочая группа историков-германистов в Волгограде и в Мемориал. Вот конкретно эта информация получена нами от заведующей Мемориала Алены Геннадьевны Козловой. Мы обращались еще к сотруднице Мемориала Александре Поливановой. Вот. У нас было много интервью с депортированными немцами, которые в это время были детьми. Они говорят, впрочем, нечасто, что слышали в свой адрес фашисты. Но вместе с тем в большинстве случаев враждебного отношения к себе дети немцы не чувствовали. И вот еще. Однако, если судить по другой категории, осужденный за коллаборационизм на оккупированных территориях, в которых с 1943 года пошли в лагеря, то им досталось действительно в полной мере. Также мы нашли очень интересную работу с Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников. Мальчик опрашивал жителей села и получил довольно разнообразные результаты. «Местные жители были настроены против граждан немецкой национальности враждебно. Они ненавидели немцев, как рассказывает Лидия Фридриховна. Всячески обижали их. Вслед постоянно доносились крики со словами фашиста. Жители не хотели даже наступать на то место, где только что прошли немцы. А однажды один казах даже плюнул ей в лицо. Или же другой пример. Сибиряки переселенцев приняли неплохо, с пониманием. Они всегда были справедливыми, великодушными и сердовольными людьми». И вот это описание плаката из рассказа. При том, что написано довольно подробно, именно такого плаката мы не нашли. Мы решили, что это контоминация из нескольких очень ярких образов для усиления эффекта. И вот еще один плакат из рассказа Георгия Демидова «На перекрестках невольничьих путей». Да, мы знаем, что Демидов вообще часто использовал в своих произведениях описание плакатов. Ну, что, конечно, не характерно для художественной литературы. Вот, например, как раз его рассказы «На перекрестках невольничьих путей» описывается агитационный плакат белогвардейцев. На одном из них изображалась контрольная карта России. В ее центре бородатый мужик отмахивался... Бородатый мужик в драной красной рубахе отмахивался страшен дубина, от наседавших на нее со всех сторон антибольшевистских войск. На мужика наступали стройные колонны деникинцев, колчаковцев и интервентов. Белого и черного мае по зверообразному большевику полили пушки военных кораблей, в нее ползли танки и летели самолеты. И мы нашли, как описывал Демидов, мужчину с дубинкой. Вот, если... И контурную карту. Но уже на другом плакате. Чтобы этот плакат был как... Ну, чтобы это был один плакат, такого мы не нашли. Вот снова контурная карта, но это уже красноармейский плакат. А вот это... Мужчина с дубинкой. И еще один плакат, описанный Георгием Демидовым в рассказе на перекрестках невольничьих путей. Вождь большевиков, абсолютно лишенный почему-то портретного сходства с оригиналом, обращаясь к другой фигуре, по-видимому женской, но стриженный в скобку из папиросой во рту, говорил, деваться больше некуда, товарищ Калантай. Прощай, моя савдепи, бегу теперь в Китай. Снова подобные карикатуры. Демидов использовал описание плакатов не только в своих рассказах, но и в своих воспоминаниях. Усатый пан в жупане и широких штанах, высоко в воздухе делал сальто-мортали. Ёпнули сапогами в зад с двух сторон двое бравых молодцов с винтовками и в касках. А также мы должны отметить, что, читая рассказ, и сейчас мы действительно очень хорошо представляем то время, в котором разворачивались события рассказа. И складывается ощущение, что Демидов пишет не только для людей своего поколения, но и для будущих поколений. Поэтому его рассказы актуальны и сейчас.